Чем больше и глубже мы погружаемся в тему мобилизационной экономики, тем чаще вспоминаем про советский опыт. И я считаю правильно, что вспоминаем. При всех нюансах, перекосах было в этом опыте много интересного и полезного. Можно было бы на самом деле пройтись по разным направлениям, но вот вам один из самых наглядных примеров – садоводство. Несмотря на то, что советская и коммунистическая идеологи отвергали частную собственность, времена СССР стали периодом расцвета для садоводства. Инфраструктура и комфорт советских дачников обеспечивались за счет государства и средств предприятий. Это было очень мудрое решение партийных руководителей. Дачи стали настоящим спасением для десятков миллионов людей в период тотального дефицита продуктов питания. В 90-е годы садоводческие участки, лишившись поддержки государства, стали терять свою привлекательность. Однако любовь наших людей к садоводству и отдыху на природе никуда не ушла. По поручению Рустама Миниханова в республике принята специальная программа и выделяются огромные средства на развитие инфраструктуры садоводческих обществ. Ежегодно, начиная с 2017 года, по 550 миллионов рублей. Из них по 300 миллионов целенаправленно на строительство и ремонт подъездных путей до участков садоводов. Программа, как все признают, отличная, нужная, работающая, но в этом году у самих садоводов к ней появились вопросы. Вернее, вопросы не к программе как таковой. Здесь только слова благодарности в адрес правительства и президента. Вопросы, насколько рационально и правильно расходуются средства, учитывают ли чиновники, принимающие решения, мнение самих садоводов. Давайте вместе разбираться. Свет есть, вода есть. Но нам не проехать. На данный момент нас вообще отрезали здесь. У меня на руках документы Пестричинского исполкома, исполнительного комитета о том, что мы включены в этом году на строительство этой дороги. Досада не то слово, скорее шок и полное разочарование. Обидно вдвойне, говорит председатель СНТ «Ромашка», что в Пестричинском районе Вероника Аминова. Обидно, что забыли и долгое время не вспоминали. Хотя садовые участки находятся рядом с оживленной трассой М-7, и подъездные пути садоводам сделать обещали, и, конечно, обещания не сдержали. И вот, вроде бы, удача улыбнулась. В 2017 СНТ подало заявку на строительство дороги по президентской программе. В 2022 исполком района и ответственные ведомства ее одобрили. Более того, в садовом обществе были замечены дорожники. Они сделали необходимые замеры, обещали, что со строительством заминки не будет. Садоводы воспрянули духом, и тут... Нас исключили из списков и поменяли на рассвет, на СНТ-рассвет. Почему? По неизвестной причине. Нам это никто не объяснил. И действительно, чем обоснован отказ? Объективных причин вроде бы нет. Вот отрезанные от цивилизации садоводы. Вот дорога, вернее, полное ее отсутствие. Одно из курирующих ведомств Минсельхоз на запрос от СНТ «Ромашка» дает такой ответ. Главным распорядителем средств на проведение работ определено Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Государственным заказчиком является ГКУ «Главта Дортранс». С них и спрос. Вероятно, сделает вывод сторонний наблюдатель, средства пошли на улучшение транспортной доступности до другого СНТ, где еще более бедственное положение. «Ромашку» заменил «Рассвет». Направляемся в это садовое общество, вы не поверите, по отличной асфальтовой дороге, отстроенной еще в 2020 году. Выясняется, на территории СНТ «Рассвет» есть еще и СНТ «Рассвет-2». Доехать до него тоже не представляется особого труда по внутренней щебеночной дороге. Неужели решили ее довести до совершенства на бюджетные деньги, а заодно и отстроить дорогу до живописного озера? У местного отделения Союза садоводов также внятного ответа нет. А главное, непонятно, кто так решил. Каким-то образом, значит, за место «Ромашка» Богородская попался там на рассвет. Хотя мы ее не обследовали, там акты еще не подписывали, и с полком даже не в курсе в этом деле. Те планы, которые были утверждены Министерством сельского хозяйства, дальше муниципальными образованиями, дальше садоводческими объединениями, Союзом садоводов, и даже самим Дорожным фондом они были определены. Вдруг рассыпались, вдруг появились люди, которые все перевернули. И вот мы на основе документов видим, что это произошло в Дорожном управлении. Мы направили официальный запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, и ответ получили такой. Программа «Ремонт подъездных путей до садоводческого общества» формируется согласно представленному перечню Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан по заявкам муниципальных образований. Регламент по включению объектов СНТ в вышеуказанную программу определяет также Минсельхоз. Программа создана сама по себе для кого? Для садоводов. Так ведь? Чтобы создавались условия для них. Может быть, это единичный случай, досадный сбой. В отделении ОНФ показывают нам пачку обращения от садоводов не только Пестричинского, но и других районов. В Лаишевском районе садоводы запланировали в этом году решить застарелую проблему отремонтировать дорогу до СНТ-аэропорт. Таким образом, удалось бы соединить с цивилизацией сразу пять садовых обществ, а это ни много ни мало полторы тысячи участков. Смело умножайте эту цифру на четыре. Получается, не менее шести тысяч человек смогли бы вздохнуть с облегчением на следующий летний сезон. Однако все по той же схеме. Уже утвержденные садоводами и районам планы начинают меняться. На этот раз в пользу дачного товарищества «Державина», которое уже в хорошей транспортной доступности, и внешне больше напоминает коттеджный поселок. Вся программа не совсем прозрачная. То есть мы не можем увидеть, кто в очереди, почему выиграл один, не другой. Спрашиваю у района – не знаю. Спрашиваю у министерства – молчат. Вместо нас почему-то сидит ДНТ «Державина». Хотя до ДНТ «Державина» нормальная дорога. Необходимо разработать четкий механизм распределения бюджетных средств по реализации этой программы. Чтобы было все прозрачно. Чтобы было четко, понятно, ясно, как действовать изначально по цепочке. То есть начиная с садоводов. Такой регламент неофициально есть, и в большинстве случаев надо быть объективным, он работает без сбоев. Заявки от СНТ поступают в районное отделение Союза садоводов. Далее совместная инспекция с представителями района и определение списка по приоритетности. Затем утверждение их в Минсельхозе и Минтрансе. Успешных примеров того, как работает и как реально помогает, программы предостаточно. Вот один из них в том же Пестричинском районе. В садовом обществе «Энтузиаст». Его жители нам рассказывают жуткие истории, как одну бабушку несли на носилках до скорой помощи. Сейчас с новой комфортной дорогой жизнь налаживается. Все вопросы решены и с водоснабжением, и электричеством. Все благодаря президентской программе и активной роли председателя Николая Евстофеева. Это хорошо, что нам помогает президент, но он тоже очень-очень хорошо все сделал. Молодец. Жители мечтают, что дорогу проложат и дальше, до водонапорной башни. Николай Евстофеев за них, конечно, горой, но понимают, за бюджетные средства это сделать уже невозможно. По закону нельзя. Разве что за счет программы софинансирования, когда две трети затрат покрывает государство, остальное сами садоводы. Или за счет средств самих собственников участков. 300 миллионов – деньги, конечно, огромные, но когда их надо выделить на 43 района, рачительный подход должен быть в приоритете. Руководство ИСИМ в Верхнеусловском отделении садоводов решили, что в этом году строить дорогу надо до СНТ «Взлет-7», где попросту ее нет. И до СНТ «Свияга», которая давно на очереди, ежегодно тратит от 100 до 200 тысяч собственных средств на ремонт подъездных путей. Когда и что пошло не так, снова покрыто тайной. Без согласования с нами, без согласования с районом, ее включили в программу на 22-й год. То есть третий год подряд ее будут делать эту дорогу, получается, косвенно. А те пять садоводств, которые спланированы в этом году по нашей программе и поддержаны районам, их исключили. Реакция у нас очень отрицательная. Мы все очень расстроились, обеспокоились. Все-таки мы пять лет ждем. В своей очереди. Смогут ли садоводы добиться, как они считают, справедливости, пока вопрос открыт. И программа, по сути, чиновниками уже принята, готова к исполнению. ВНФ считает, что отыграть назад и признать ошибки еще не поздно. Ведь сами строительные работы еще не стартовали. Для них и для садоводов это вопрос принципиальный. Мы будем следить за развитием событий. Тимур Викмурзин, Роман Безменов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. Семь дней.